Алиса 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 Репейное масло, туда капнуть чуть-чуть витаминов, а боти, они очень доступны, и можно его втирать в локтики, кутикулку, и оно будет у тебя всегда увлажненной. Ухаживать за собой девочек с детства учат мамы. Алисе некому было преподнести эти уроки, поэтому они оказались бесценными. Алиса, у меня, конечно, интересное впечатление. У меня нет слов. Для себя какие-то знания останутся? Конечно, останутся. А какие, например? Ну вот что, нельзя ногти сверху пилить, только снизу. За волосами надо ухаживать. И расти длинные. Алиса, мы тебя поздравляем с днем рождения. Хотим, чтобы ты оставалась такой же привлекательной, замечательной девочкой, чтобы все твои мечты сбылись. Дарим от нашего салона масло по уходу за волосами. Спасибо. Я тебе про него рассказывала. Если будешь постоянно пользоваться, то волосы будут блестящие, длинные, как ты мечтаешь. Спасибо. А дальше именинницу ждал дорогой сюрприз. Два года назад мы узнали, что Алиса хочет стать врачом. И в день ее рождения ее пригласили в Самарский государственный медицинский университет. К нам присоединилась еще одна героиня программы «Право на маму» – выпускница первого детского дома Настя Головина. Медицина – также ее мечта. Держите. Это о клиниках и наши значки. Еще никто не имеет. День открытых дверей для Насти с Алисой стал настоящим потрясением. Во-первых, лично для них его провели целых два профессора. Проректор Игорь Лосев и заведующий кафедрой Александр Жестков. Во-вторых, девчонки смогли заглянуть практически в каждый уголок клиник университета, узнать море информации и потрогать руками уникальное оборудование. Вот делают 3D-модели, видите, с дефектами. Сканирование 3D-принтером, распечатка вот таких вот вещей, литье таких вещей, для того, чтобы потом заместить дефект, тоже распечатав на 3D-принтере. Вот вы сейчас будете в пассиве работать, что я могу? Я немножко могу вас где-то задержать. Здесь приходится как бы сопротивление небольшое вам повышать. Что больше всего вам запомнилось? Какие моменты, которые прям так... Искусственная почка. Да, вот мне тоже запомнилась искусственная почка. Увидеть, как заменяют сустав, как сердце перекачивает кровь, как работает искусственная почка, удается не каждому студенту-медику. А вот нашим героиням посчастливилось узнать это и много чего еще. Это грязь, которая накладывается на больного, она создает постоянное тепло и позволяет улучшить кровоснабжение. Очень, как бы, востребована женщина в косметологии в том числе. Здорово, весело, классно. Эмоции вообще переполнили меня всю. Особенно, когда я села на это кресло. Сгибайте, сгибайте, сгибайте. Вот видите, немножко сопротивление меняется, он истанавливается. А должно работать как в пассе. Еще раз, вы сгибайте. Вот, он выглядит плавненько, сгибайте. Вот из-за интернета, видите, как она... Вот немножко остановилась, и он остановился. Ну вот надо было бы, надеюсь, пораньше прийти и... Ну, Сергей Васильевич, кто знал. Это наши будущие студенты, абитуриенты нынешними словами. Ну, в одной из них день рождения сегодня. Поздравляем с днем рождения. Вот. Я всегда мечтала сидеть вот в такой аудитории большой. В белом халате. Угу. И слушать лекции. Да. Этот день Настя с Алисой уже вряд ли забудут. Может быть, за всю свою жизнь они не получали столько внимания и уважения. Выбор профессии – дело непростое. А уж для детей-сирот – тем более. И если желание пойти в медицину раньше у девчонок было интуитивным, то после этой встречи стало осознанным. Конечно, масштабы учебного заведения немного оглушили. Но тем горячее стало желание учиться именно здесь. Ну, вот раньше же представления были какие-то? Были, но не такие. Да. Ну, просто я думала, обычная больница, университет. А там все сверх нормы. Ну, а теперь о главном. Прошлой осенью в жизни Алисы появилась семья. Приемной мамой ей стала волонтер домика детства Татьяна Буравова. Таня помогала Алисе подтянуть математику и неожиданно поняла, что не может бросить этого ребенка. Я ее, во-первых, очень люблю, этого ребенка, потому что я не знаю, откуда это пришло. Но я ее люблю, правда. Она потрясающая. И, соответственно, как-то это сразу все закрутилось. Я, на самом деле, очень сильно переживала, когда я ей звонила. Говорила, Алиса, ты не хочешь меня жить? И она сказала, да. Я такая, о, боже, как это здорово. Нет, это правда, это непередаваемо. Вот, я сейчас просто вспоминаю, улыбаюсь. Но тогда у меня аж сердце тряслось. Скажи, пожалуйста, а почему ты согласилась? Ну, потому что я почувствовала, что это мое. Ну, много было приемных семей, я отказывалась. Да. А вот тут что-то мне мое внутреннее я подсказало. В отличие от многих, Татьяна нигде не встретила непонимания. Алису с радостью приняли ее родные. К этому решению с уважением отнеслись друзья. И то, что приемному ребенку уже 16, Таню вообще не смутило. Ну, в общем-то, нам в школе приемных родителей отвели на этот период эйфории полгода. Посмотрим, чего я буду бояться через полгода. Но пока я ничего не боюсь. Ну, мы вот во всех. И как мама с дочкой, и как подружки, и как сестры. У нас получается по-всякому. Еще недавно перед Алисой зияла пропасть. Где жить? Надо ли учиться? Сейчас она учится в той же школе, где работает ее приемная мама. И знает, что ни за что ее не подведет. Ну, мы вот все делаем в одно время. Там, допустим, всегда звоним. Там, я только звоню, там, допустим, она уже телефон берет и говорит, ой, я тебе там хотела уже звонить. Или там приходим домой. У нас там, у нас вот есть один вопрос, этот вопрос. Мы его каждый раз задаем, каждый день друг к другу. Вот, то есть все, мы уже привыкли. Ты можешь сказать уверенно, что тебе комфортно? Да. Жизнь Татьяны тоже изменилась. Не стало легче или тяжелее. В ней просто появился другой смысл. На самом деле, раньше даже не задумывалась о том, что вот ты беспокоишься о ребенке, как это, что это. А здесь действительно появилось какое-то ощущение наполненности жизни. Ну, наверное, меня здесь все мамы поймут, когда ребенок появляется. Я не говорю, что я там мама взрослого ребенка. Но вот это ощущение наполненности, оно есть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok